Давайте видоизменим леонет, чтобы повысить качество на валидации У нас есть некоторые вещи, которые неплохо было бы исправить Например, активации Сейчас уже никто не использует активации тангенсами Потому что они приводят к затуханию градиента Вы не можете построить действительно глубокую сеть Чтобы ваши ошибки, посчитанные в конце сети, хорошо прокидывались в начало сети Тангенсы или сигмоиды приводят к тому, что у вас сигнал очень быстро затухает Во-вторых, сейчас мало кто использует свертки 5х5 Практически все сети в свертке 5х5 заменяют на подряд идущие 2 свертки 3х3 Почему так делаются? Потому что в свертке 5х5 25 весов Как можно легко догадаться А вот в двух свертках 3х3 в одной свертке 9 весов И в другой 9 весов получается 18 весов А в принципе тот объем многообразия, который позволяет применение двух последовательных сверток Аналогичен одной свертке 5х5 Весов меньше, наверное, будет меньше переобучения В-третьих, у нас тут используется average pooling Но average pooling уже нигде не используется, кроме как в самом конце сети Сейчас используются везде max pooling Давайте это тоже поправим И последний момент Это batch-нормализация, которая призвана ускорять обучение Кажется, тут ее тоже логично применить Давайте все вот эти пункты мы возьмем и попробуем И для этого я переписал код Leonet Код сильно разросся И я покажу только некоторую часть Я покажу переменные, которые конфигурируют класс Leonet 5 И функцию forward У нас появились некоторые переменные activation, pooling, confsize и useBatchNorm Которые определяют, активация будет тангенсом или relu Pooling будет average или max pooling Confsize 5, это значит будет одна свертка 5х5 Либо если мы поставим сюда значение 3, то будет две последовательных свертки 3х3 И переменная useBatchNorm определяет, будет ли использование batch нормализации или нет А функция forward теперь выглядит следующим образом Если у нас confsize 5, то мы используем одну конволюцию 5х5 Если у нас confsize 3, то мы будем использовать сначала одну конволюцию 3х3 И результат ее передадим в следующую конволюцию 3х3 Далее у нас будет активация Соответственно в инициализации мы сказали вот акт 1 Это будет либо relu, либо тангенс И если мы хотим batch нормализацию Мы можем дополнительно после свертки применять слой batch нормализации batch norm1 или batch norm2 Надо отдельно сказать про слои batch нормализации Они вызываются с помощью слоя torch nn batch norm 2d Потому что мы имеем дело сейчас с картинками Если бы мы хотели нормализировать некоторый вектор После например fully connected слоя То мы бы использовали torch nn batch norm 1d И на вход нужно передать нам features То есть то количество каналов, которое имеет картинка или tensor Перед batch нормализацией Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...